Привет, друзья, с вами Кирилл, добро пожаловать на мой канал. Давайте сегодня разберем грамматическую ошибку, часто допускаемую в английском языке. Речь идет о неверном употреблении времени present continuous. Будьте внимательны, для того, чтобы было легче почуять неладное и в будущем пресекать такую ошибку в корне, вначале рассматриваем неправильные варианты предложения. Допустим, вам пришлось целый час ждать товарища на троллейбусной остановке. Вы замерзли и при встрече с ним негодуете. Я жду тебя целый час. Неправильно будет сказать I'm waiting for you for an hour. В такой ситуации, когда действие происходит сейчас, но началось с определенного момента в прошлом или продолжается в течение определенного промежутка времени, мы не употребляем present continuous. Present continuous употребляется, когда действие происходит в момент говорения и не указаны никакие привязки к прошлому. Например, I'm waiting for you right now. Я жду тебя прямо сейчас. Когда же мы говорим о конкретной продолжительности времени, например, уже час, два года, с трех часов дня, с мая месяца, мы не употребляем present continuous. Вместо него употребляется время present perfect continuous. Поэтому мы скажем, я жду тебя час. I have been waiting for you for an hour. Я живу здесь с апреля. Ошибочный вариант. I'm living here since April. Правильный вариант. I have been living here since April. Он работает над этим проектом два года. Неправильное предложение. He is working on this project for two years. Правильное предложение. He has been working on this project for two years. Теперь строим предложение сразу без ошибок. Мы смотрим телевизор с двух часов. We have been watching TV since two o'clock. Я учусь здесь три месяца. I have been studying here for three months. Я читаю эту книгу с воскресенья. I have been reading this book since Sunday. Дождь идет уже два часа. It has been raining for two hours. Он ждет меня с трех часов. He has been waiting for me since three o'clock. Я жду автобус больше часа. I have been waiting for the bus for over an hour. Главное, что нужно запомнить, не употребляйте present continuous в предложениях, где действие или началось в определенный момент в прошлом и все еще продолжается, или длится указанный период времени и все еще продолжается. Подсказками будут служить такие слова, как for или since, а также all day, all week, my whole life. Если мы хотим сказать я изучаю английский пять лет, то предложение I'm learning English for five years будет ошибкой. Говорим I have been learning English for five years. How long have you been learning English? Пожалуйста, напишите ответ на этот вопрос внизу в комментариях в правильном времени. Надеюсь, этот урок был для вас полезен. Обязательно попрактикуйтесь внизу под этим видео. Ссылки на другие ресурсы с множеством полезных материалов смотрите в описании. Спасибо за то, что смотрите. Увидимся совсем скоро.